Как было сказано, объектно-реаллиционное отображение позволяет нам связывать модель данных, которая хранится в нашей базе, с концепциями объектно-ориентированного программирования. То есть объектно-реаллиционное отображение позволяет нам работать с данными, как с объектами. И таким образом, используя классы и объекты вместо картежей и отношений, мы можем намного проще обращаться с нашими данными. Но, казалось бы, зачем нам еще какая-то прослойка между программой или пользователем, который составляет SQL-запрос, и сервером, на котором крутится наша СОБД с базой данных. Тем не менее, использование ОРМ получило очень широкое распространение в разработке программ. Несмотря на некоторые недостатки, связанные с замедлением работы, с различными вариантами реализации ОРМ, тем не менее, объектно-реаллиционное отображение позволяет сэкономить очень много времени на проектирование, поддержание схемы данных и часто на выполнение запросов. Рассмотрим конкретные преимущества ОРМ. Прежде всего, стоит отметить, что ОРМ, как правило, проектируется таким образом, чтобы быть независимым от конкретной СОБД. Хотя ОРМ привязан к модели данных, то есть мы можем использовать какое-то ОРМ только для реализационных моделей данных. Тем не менее, мы, составив один раз модель наших данных средствами ОРМ, мы можем ее использовать для большинства различных реализационных СОБД. Например, вы можете сделать модели, которые будут одинаково эффективно реализованы и в SQLite, и в MySQL, и в PostgreSQL, несмотря на то, что синтаксис их SQL-инструкции может быть различным. И следующее преимущество, которое, по сути, вытекает из первого, это упрощенное моделирование базы данных. То есть мы, поскольку не привязаны к особенностям конкретной СОБД, мы просто стараемся описать нашу модель средствами ОРМ, задача которой как раз и состояла в том, чтобы упростить нам моделирование наших отношений. Следует также отметить, что ОРМ, как правило, предоставляет намного больше механизмов для более точного обеспечения целостности наших данных. Например, СОБД может не иметь какого-то типа поля специально для валидации email-адресов. Но, тем не менее, большинство ОРМ имеют встроенный инструмент для того, чтобы задать поле ограничения для определенного паттерна. Ну, например, для валидации email-адресов. И с помощью этого ОРМ мы не сможем вставить что-то непохожее на email-адрес в конкретное поле. И поскольку ОРМ – это технология, связывающая наши данные с объектно-ориентированным программированием, то также мы можем использовать, естественно, некоторые концепции из объектно-ориентированного программирования. Ну, в частности, обычно используется наследование. То есть, если у нас есть несколько таблиц отношений с некоторыми совпадающими колонками, да, то мы можем их достаточно емко реализовать, используя наследование в нашей ОРМ. К основным недостаткам ОРМ относятся, как правило, чуть медленная работа по сравнению с голым SQL, то есть с тем вариантом, когда мы непосредственно в коде нашего приложения пишем, пытаемся как-то составить запросы, и с помощью драйвера, который работает с ОВД, отправляем этот запрос в нашу базу. Более критичным недостатком ОРМ можно считать некоторые проблемы с комплексными запросами. Например, далеко не каждая ОРМ может посчитать запрос с агрегацией. В этом случае какие-то комплексные запросы можно реализовать единственным образом – это написать конкретный SQL-запрос и встроить его в свой код. Но так как комплексные запросы, как правило, достаточно редко используются в приложениях, то с этой проблемой не так часто сталкиваются, когда речь идет об использовании ОРМ. И последний критичный недостаток использования ОРМ состоит в том, что ОРМ на самом деле достаточно много, и под каждый язык программирования существует несколько популярных решений, которые предоставляют вот это удобство работы с данными. И, соответственно, не все они придерживаются какой-то общей концепции синтаксиса запросов, моделирования данных. Поэтому, как правило, нужно некоторое дополнительное время на освоение новой ОРМ.